15 лет на страже материнства. Такой юбилей в начале июля отмечает общественная организация «Колыбель». За годы существования специалисты Комитета защиты детства, семьи и нравственности отговорили от абортов больше полутора тысяч женщин, а значит спасли жизни их детей. Как минимум 4 тысячи женщин получили разные виды помощи в нашей организации. Что касается приюта, то цифра для нас ужасающая. Здесь получили помощь более 600 женщин и детей в общей сложности. Они здесь проживали разные сроки. Это трудно сказать, что было бы с этими женщинами, если бы не оказалось такой организации. Это приют «Колыбели». Здесь помощь и крышу над головой получают беременные женщины и молодые мамы. Живут совершенно бесплатно на полном пансионе. В это время специалисты помогают им оформить документы, получить необходимые выплаты и устроиться в жизни. Елена во время беременности снимала дом с печным отоплением. В такие условия младенца принести она не могла, поэтому из роддома приехала в «Колыбель». Сейчас ее сыну 5 месяцев. Женщина готовится к переезду. Вопросы и трудности разрешены. Скоро у Данилы будет свой дом. Здесь предоставили питание, питание ребеночку, памперсы, необходимую помощь. Бесплатный юрист у нас есть, психолог, с мамочками работает. Здесь есть влиятельная группа, детки с года здесь могут ходить. В городе очень тяжело устроиться, а здесь 200 рублей в сутки. Для мам это вообще большой плюс. Живут в приюте «Колыбели» по графику. В одно время завтрак, обед и ужин. Для мамы детей готовят повара. Свои продукты приносить нельзя, стол должен быть общий. Сейчас в приюте живут всего три женщины. Лена и ее сын Никита приехали сюда из Кирова. На данный момент, вот сейчас пока дали приют, как бы крышу над головой, найду работу, сниму жилье и как бы буду продолжать свою Никиту в садик. Ну и как бы устраивать свою жизнь. Жить в приюте «Колыбели» можно в среднем полгода. Но выгонять на улицу никого, конечно, не будут. 15 лет назад таких общественных организаций в стране не было. Сейчас почти в каждом городе. Но Ивановское на хорошем счету. Сюда за помощью приезжают даже из других стран. Она из Молдавии приехала вообще без всяких документов. На пороге, казалось, беременна на последнем месяце. Мы ее приняли, естественно, предоставили ей жилье, все. Родила она здесь. Скоро не хотела брать, потому что документов никаких у нее не было. Ну, естественно, мы говорим, как же тогда, куда женщине деваться, на улицу идти рожать. Пусть она хоть и, как говорится, оказалась, она вообще нелегала здесь. В «Колыбели» понимают, материнство – это тяжелый труд, поэтому стараются помочь женщинам всеми силами. Для семей работает вещевой фонд. Нуждающимся ежемесячно предоставляют продуктовые наборы. Существуют две группы по присмотру за детьми. В эти ясли приводят малышей от года. Воспитатели следят за детками, пока их мамы на работе. Детский садик работает с 7 утра до 7 вечера. Ну, проводим все занятия, которые можно проводить с такими детками, потому что группа от полутора до двух с половиной лет. В основном по уходу, что касается смены памперсов. Ну, и также стараемся делать зарядку с детишками, занимаемся подвижными играми, читаем книжки. «Колыбель» за 15 лет существования заслужила репутацию организации, которая помогает не только словом, но и делом. Просветительские беседы о вреде абортов в трудной жизненной ситуации не помогут. Поэтому для женщин в критический момент полное сопровождение. Здесь мамы получают поддержку, опору и шанс на новую благополучную жизнь. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.